Приветствую вас, мои дорогие! И сегодня у нас с вами очень такая щепетильная, я бы сказала, тема. Вернется ли то, что было потеряно знак судьбы? Для этого я взяла новую колоду Тару Мистических Вершин и Тару Ангелов. Вот будем, Тару Ангелов как раз покажет знаки судьбы. Ну, начнем мы сначала, посмотрим, что же было потеряно. Также напоминаю, что вы в любой момент можете обратиться ко мне за помощью. Пишите мне на Viber, WhatsApp, Telegram. И будем смотреть, что же было потеряно. Давайте посмотрим, что было потеряно. Ну, когда вы уже сами догадаетесь, да, девочки? Ну, у кого-то из вас любовь была потеряна, да? Так, любовь из-за любовного треугольника. А вот, причем любовный треугольник мог быть, ну, скорее всего, со стороны мужчины, да? И было вам, ну, очень прям тяжело. Вот, ну, у кого-то может проиграться, что любовный треугольник был, то есть у вас появился другой мужчина, а потом все бывает. Вы пожалели о том, что расстались с человеком и поняли, как, в общем-то, сильно вы его любите. Да, так тоже бывает. Вот, поэтому здесь вот такая ситуация тоже возможна. То есть либо мужчина ушел, да? Да, но тоже ему, смотрите, нелегко, если у вас действительно потеря любви. Давайте еще посмотрим, что было потеряно. Так, какой-то источник дохода какой-то у вас был потерян. Да. Так, еще что было потеряно? Какая-то свобода была потеряна. Вот, у кого-то из вас, да. Ну, свобода может быть тоже в разном контексте, да, свобода, которая была потеряна. Ну, например, может быть такое при рождении деток, когда ребеночек рождается, то мамочка несколько лет обычно привязана к ребеночку и никак не может. Или когда родители стареют, приходится за ними ухаживать. Вот, и тоже, ну, то есть привязки могут быть разные. Опять-таки потеря свободы может быть из-за работы, из-за бизнеса. То есть разные могут быть причины потери вот этой самой свободы. Давайте посмотрим еще. Ну, вот потерю мужчины я вижу, да, это вот сюда, вот из-за любовного треугольника. Да, еще может быть, девочки, потеря мужчины не только из-за любовного треугольника, да, а из-за того, что мужчина куда-то уехал, пропал, он не звонит, не пишет. Такое тоже здесь возможно. Так, дальше. Ну, это все я выкладываю для того, чтобы вы вообще понимали, ваш ли это расплав, да, потому что будем смотреть дальше. Потеря, девочки, какой там победы или успеха. Возможно, вы шли к какой-то цели. Вот-вот цель была уже совсем рядом, и вдруг, вдруг что-то произошло, да, и вы так и не достигли, возможно, своей цели. Так, еще потеря чего, девочки? Потеря каких-то решений. Ну, это о том, что в нужный момент вы не смогли или не захотели принять какое-то решение. И, возможно, сейчас об этом сожалеете и хотите получить второй шанс. Да. Еще потеря чего? Потеря какой-то энергии, желания делать, творить, куда-то стремиться. Да. Потеря какой-то поездки, поездки, переезда. Да. Вот, может быть, вы куда-то хотели поехать, и что-то у вас не получилось, да. Так. Потеря перемен. Перемен. Или у кого-то даже, может быть, потеря себя. Такое тоже бывает, когда кажется, что вы проживаете как бы не свою жизнь, и вам хочется как бы вернуться, да. А, еще, да, здесь о том, что хочется вернуться, может быть, в какую-то ситуацию из прошлого. Но это невозможно. Но, тем не менее, это тоже определенная потеря, да. А вот. Так. Еще буквально три карточки. Потеря. Потеря. Ну, опять потеря мужчины, я вижу. Так. Потеря отношений с какой-то женщиной. Вспоминайте. И потеря каких-то денег, которые вы кому-то отдали. Вот. Вот такие потери, в общем-то, мы с вами будем сегодня рассматривать, да. Вернется ли то, что было потеряно. Вот. Что тут еще? Ну, вот, девочки, не вижу я каких-то там именно вещей, да. Вот именно. Ну, здесь вот может быть, да, потеря каких-то вещей. Но это не просто вы потеряли или кто-то забрал. Здесь вот про это вообще нет. Здесь о том все-таки, что вы сами кому-то что-то отдали, а потом пожалели. Вот. Здесь об этом. Так, ну, давайте смотреть, вернется ли, да. То есть я сейчас перечислила все, что мы... Все потери, которые мы сегодня будем рассматривать. И сейчас будем смотреть, вернутся ли эти потери. Конкретно вопрос, вернутся ли эти потери. Так, девочки, да, по суду однозначно вернутся к потери. Причем у кого-то реально по суду. Возможно, у вас идут какие-то судебные разбирательства. Возможно, вы пишете в какие-то инстанции официальные, да, для того, чтобы вернуть свое. А вот. Ну, это может быть все, что угодно. Опять-таки, вот я не перечисляла, да, недвижимость, там, и так далее. Но здесь также и про возвращение вообще в целом. То есть вопрос, вернется ли потерянное, однозначно да. По суду однозначно да. Причем вот здесь вот все, что я выше перечислила, вот все этого касается. То есть, да, вплоть до того, что здесь может быть и возвращение какой-то работы, и недвижимости, и каких-то денег. То есть, именно по суду. Вот. То есть, ну, и не только по суду, девочки. Не только по суду. Мы сейчас будем еще дальше рассматривать. Однозначно могу сказать, что все, кто смотрит это видео, все, что было потеряно, все вернется. Да. Так, дальше будем смотреть. Да, вот решится вопрос, который вас очень сильно волнует, и будет возвращение. Так, вот причем возвращение всего, всего, что было потеряно. Представляете, хорошие мои? Действительно, знак судьбы. Знак вселенной. Да. Но, смотрите, здесь нужно идти куда-то в новое. То есть, не страдать, не думать о том, что было потеряно, а идти. Идти вперед. Продолжать жить, радоваться жизни, наслаждаться жизнью, да. То есть, оставить все переживания и идти вперед. Да, то есть, отпустить как бы прошлое. Отпустить вот эти все потери, да. А как отпускать? Да, очень легко, хорошие мои. Махнуть на это все рукой. Даже если это большие потери. Махнуть рукой, сказать, ну, если вы уже максимум действий сделали в этом направлении, да. Теперь уже все равно ничего не получается. То теперь уже нужно махнуть рукой, сказать, ну, как будет, так и будет. Вот. Да. Смотрите, вот я двух женщин вижу. Одна из официальных органов, другая такая обеспеченная девушка. Вот. И я хочу сказать, что, возможно, вот эти две девушки вам помогут в возвращении чего-то вашего. То, что было потеряно. Да. Так, посмотрим еще. Ой, девочки, смотрите, вижу возвращение мужчины. Если у кого-то из вас любовь была потеряна, да, однозначно возвращение мужчины, я вижу. Да. И причем вот даже вернется мужчина, с которым у вас были ссора, конфликт, расставание, разрыв или развод. Я говорила, я в самом начале видела, что была такая потеря, и этот мужчина однозначно вернется. Вот. Но вернется так аккуратненько, очень неуверенно, но вернется. Вот здесь дальше, то есть первая линия получается карт про то, что все вернется, да, там у кого-то посуду вернется, у кого-то там женщины какие-то помогут вернуть что-то ваше, что было потеряно. Вот, а вторая линия прям про мужчину, да, вот. И если вы уже устали ждать, да, не ждите тоже, отпустите, не ждите вы этого мужчину. Как только вот всегда так происходит, это вот мы сегодня про знаки судьбы, да, и это реально знак судьбы. Когда вам уже надоедает ждать, да, что вам что-то вернется, или вернется мужчина, вы отпускаете ситуацию, вот тут оно все и происходит. И, видимо, вам, вы уже устали ждать, что мужчина вернется, да, или устали ждать, что вам что-то вернется из всего того, что я тут перечисляла. Вот, и обязательно, обязательно все это вернется. Вот, да, видите, ждет вас победа и ликование. Если вы, опять-таки, шли к какой-то цели и по каким-то причинам вот что-то сломалось, да, и не достигли бы этой цели, что-то пошло не так, то у вас есть все шансы этой цели достичь. Да, и смотрите, может, даже, ну, у каждой из вас, напишите в комментариях, однозначно не может быть такое, чтобы у вас что-то одно было потеряно, да, скорее всего, несколько потерь было в жизни, вот, вполне возможно, что вернутся, как раз несколько и вернутся. Причем вам для этого вообще абсолютно ничего делать не нужно. Пространство так, вот, как только вы отпустите ситуацию, пространство вам вернет все то, что вы потеряли, и мечтаете, чтобы это потерянное вернулось в вашу жизнь. Да, и тогда вы будете радоваться и наслаждаться. Ну, давайте про мужчину посмотрим, хорошие мои, как сложатся, сложатся ли у вас отношения после возвращения мужчины, да. То, что вам все вернется, это точно, то, что вы будете радоваться, это точно. Давайте посмотрим, как вот отношения с мужчиной сложатся после возвращения. Да, не сразу сложатся, то есть он так аккуратненько будет появляться, проявляться в вашей жизни, да, будет смотреть на вашу реакцию, вот, и, девочки, здесь отношения, они как бы начнутся, во-первых, да, у кого-то, скорее всего, через, то есть он не прям сам лично объявится, да, то есть появится перед вашими глазами, а, скорее всего, или она пишет, или позвонит, то есть я вижу какую-то связь. Так, очень аккуратненько будут к вам подбираться, вот, будет, конечно, и такое-то выяснение отношений, в том числе. Но я хочу сказать, вот тут я еще хотела это сказать, что он хоть и потихонечку будет к вам подбираться, но тут идет начало отношений с чистого листа, да, то есть как бы мужчина с вами, поделится какими-то своими планами на будущее, что-то вам расскажет. То есть я хочу сказать, что у него произошла переоценка ценностей, вот, и он сейчас совершенно по-другому смотрит на вас и ваши отношения. А там с другой женщиной у него не сложилось, потому что я там видела вначале любомный треугольник, да, не сложилось у него с другой женщиной. Здесь все в ваших руках. То есть он планирует именно с вами продолжать отношения, вы будете очень довольны, если вы дадите этому мужчине, тем более, что у вас есть чувство от него, дадите этому мужчине второй шанс. Это могут быть очень серьезные отношения с этим мужчиной, да, хотя, может быть, в прошлом у вас серьезных отношений и не было, но здесь будут такие прям серьезные отношения, и отношения именно не просто серьезные, а отношения крепкие, прочные, да, вот. Вот. И хочу сказать, что мужчина вот этот готов вас обеспечивать. Тут еще знаете, о чем речь, девочки? Если вы мужчине давали деньги, просто давали деньги, или в долг давали деньги, то вот он не просто появится, да, во-первых, он реально хочет с вами отношений, да, то есть он хочет вернуться, а во-вторых, он хочет отдать деньги. Вот что интересно. Вот. Если мужчине денег не давали, то, скорее всего, мужчина реально хочет серьезных отношений, совместное проживание или замужество, то есть именно официальные отношения, он готов вас обеспечивать. А, возможно, он чего-то добился в жизни, заработал денег или получил новую профессию, новое место, возможно, да, новую должность, стал больше зарабатывать, потому что он прям готов, готов вас обеспечивать. Кроме того, смотрите, он готовит вам подарки и сюрпризы. Да, вот. Хотя ему на самом деле очень нелегко пойти на примирение, но он столько уже всего передумал, что он тоже уже думает, ну, сделал шаг, а там будь как будет, да. Если отправит меня куда подальше, ну, значит, отправит, да, значит, так мне типа и надо. Это мысли мужчины, вот, который появится. Ну, а если даст мне второй шанс, то буду носить её на руках. А, вот. Ну, вот прям, прям слышу я мысли вот этого мужчины, вот, но у вас чувства к нему остались. Поэтому, вот он появится и дайте ему шанс. Это если у вас были 40, конфликт, расставание, разрыв или развод. Ну, а для кого-то вполне возможно, что мужчина просто откуда-то вернётся, да, может быть, он уехал куда-то у вас. И тоже так бывает, что мужчина уехал и пропал. Не звонит, не пишет. Вот, появится, появится, но появится уже совершенно с другими мыслями, совершенно с другим посылом появится. И хочу сказать, что действительно есть все шансы на переход отношений в какой-то другой статус, да, то есть смена статуса ваших отношений. Отношения будут более крепкие, более... Прямо фундаментальные даже, хочется сказать. Вот. И мужчина, знаете, вот после возвращения он будет вас ценить намного больше, чем это было ранее. Вот. Ну и давайте посмотрим знаки судьбы на колоде Таро Ангелов, да, что ангелы вам подскажут, какие знаки. Давайте посмотрим по поводу возвращения того, что было потеряно. Архангел Метатрон. Верьте, исследуйте своим мечтам. Вам предстоят неожиданные возможности. Да, про возможности я тоже говорила, о том, что вернутся вам какие-то возможности, которые были потеряны, да, или упущены по-другому. Давайте еще три карты я сегодня вытащу. Три знака вам. Так, вот как раз возвращение мужчины, да, воспоминания с вашего прошлого или детства, проблемы относительно детей, идеализация прошлого. Ну, эта карта не только об этом говорит, да, не только о воспоминаниях, а о том, что, да, какой-то мужчина из прошлого, к которому остались у вас чувства, и у него к вам вернется. Ну, давайте третий знак посмотрим. Да, ой, какой классный король жезлов. Сосредоточьтесь, сосредоточьтесь, и еще раз сосредоточьтесь. Будьте проницательными, будьте лидером, давайте советы другим, да. То есть проявляйте лидерские качества. И тогда вы вернете свою удачу, свой успех, и все, о чем вы мечтали, и чего вы желали. Совет я хочу еще вам выложить. Сейчас найду мою классную, современную колоду с советами. Да. Так. Совет давайте посмотрим. Это были знаки, а теперь посмотрим совет. Что вам делать конкретно сейчас? Да. Ой, девочки. С тобой все в порядке. Не ищи в себе недостатки. Их нет. То есть это не про недостатки. Это просто так сложилась ситуация. Давайте еще совет посмотрим. Если ты не определишь свои личные границы, это сделают за тебя другие. То есть не пускайте никого, кто пытается нарушить ваши личные границы. Я, кстати, тут вижу мужчину, не тот, который вернется, другой, который где-то рядом с вами, может быть, даже начальник, который пытается, или какой-то знакомый мужчина, который пытается нарушать ваши границы, который, ну, не обязательно с чувствами, да, это может быть и другие причины. Например, там, работой вас загрузить, да, или просто на жизнь пожаловаться. Есть такие. И мужчины в том числе, которые там готовы часами нам что-то рассказывать, да, лишь бы только их слушали. Так вот, никому не позволяйте нарушать ваши границы. Хотя бы потому, что это очень сильная потеря энергии. Ну и третий совет. Давайте посмотрим. Так. Завтра ты скажешь себе спасибо за то, что узнала сегодня. Так что этот расклад точно будет вам во благо. И завтра вы скажете себе спасибо за то, что его посмотрели. Если вам нужна моя помощь, обращайтесь на консультацию, пишите мне на Viber, WhatsApp, Telegram. С вами была Алена Ариес. До новых встреч в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok